Техника из России, Беларуси, Украины и Молдовы. По сравнению с зарубежными аналогами, она проще в управлении, да и дешевле примерно на 40%. Специалисты отмечают, проведение подобных выставок необходимо для того, чтобы преднестровские аграрии узнавали о новинках. Техника очень отличная. Нужна нам такая? Да, желательно бы такую технику иметь, новую, хорошую. Прибыли для того, чтобы посмотреть, сделать какие-то выводы и в самом деле что-то приобрести, потому что посоветовавшись с нашими специалистами, пришли к выводу, что такую технику надо брать, та, что ближе к нам. Потому что действительно это и дешевле немножко, и более, говорят, что устойчивее работает. Сегодня можно было не только посмотреть, но и приобрести понравившуюся машину. Тракторы, комбайны, сейлки, культиваторы и не только. Была представлена и воздушная агротехника. Использование самолета позволяет быстрее, эффективнее и почти в пять раз дешевле обрабатывать поля. Я надеюсь, что на сегодняшней выставке будут завязаны деловые отношения. И, возможно, будут заключены договора на приобретение техник. И будет продолжаться взаимовыгодное сотрудничество. Свою продукцию впервые представил и Минский тракторный завод. И весьма кстати, техника приднестровских аграриев нуждается в обновлении. А вот местные предприятия показали новейшие агрегаты для обработки почвы. Организаторы планируют сделать выставку ежегодной. Мы хотим, чтобы сегодняшние участники, которые будут здесь, высказали свои соображения по выставке. Прежде всего, и в критическом плане, чтобы мы уже знали, как на следующий год вести себя. Потому что мы спектр животноводства не затронули, мы другие моменты не охватили. Ну а так, в целом, все спектры вопросов технических и агрохимических по защите растений мы охватили. Эта выставка продлится до 27 мая. А значит, приобрести сельхозтехнику можно будет еще в течение двух дней. Сюзанна Авакян, Степан Бугаев, Роман Донец, Первый Республиканский.